Уже завтра пройдёт большая презентация дополнения Final Shape, или финальная форма, от Bungie. Стартует она, собственно, 22 августа в 7 часов по московскому времени. На презе, кроме рассказа о самом дополнении и объявлении даты его релиза, будут представлены подробности о двух следующих сезонах, и, вероятно, будут даны первые намёки на то, что будет ждать игроков после финальной формы. Мы все находимся в ожидании презентации, в разном настроении, конечно, сложно не замечать слона в комнате, сообщество сейчас в довольно упадническом настроении. Тяжело. Тяжело. Но всё равно, давайте в этом видео я поделюсь своими мыслями о том, чего жду от презентации я, на что нам стоит рассчитывать, а какие мечты лучше придержать. И в обсуждении я постараюсь абстрагироваться от непрекращающихся жалоб комьюнити, и поговорить так, с попыткой в объективность. Я уже касался этой темы на недавнем разговорном стриме, да, я стримлю, и если разговорные стримы вам заходят, пожалуйста, дайте знать в комментариях. Кстати, я планирую стримить просмотр презентации вместе со зрителями, так что приходите на стрим, его стартанём тоже к началу мероприятия, анонс запощу у себя в Телеграме, а ссылка на него будет в описании. А ещё у меня для вас крайне интересная новость и предложение от моего хорошего приятеля, паблика Destiny Барахолка ВК. Там только-только стартовал мега-крутой розыгрыш к выходу нового сезона. Такого вы точно ещё не видели. Разыгрывается 26 коллекционных игровых эмблем и, внимание, 3 премиальные полноразмерные реплики оружия. Рейдовые 1000 голосов, мифоборец вексов и, лично мой любимый револьвер из Destiny 2, солнечный выстрел. Ещё в списке призов аксессуары из натуральной кожи и ценных пород дерева с именной гравировкой. Просто под флекс. Для участия нужно лишь вступить в группу и поставить лайк на пост с розыгрышем. Всё, даже репостить не надо. Ссылка с розыгрышем будет в описании к видео. Что интересно, мы уже знаем, что во вторник шоу будет длиться примерно 45 минут. Для сравнения, прошлогодние презентации Королевы Ведьмы и Конца Света длились 30 и 37 минут. Увеличенное время продолжительности презентации, конечно, может означать то, что разработчикам есть о чём рассказать. Но всё же давайте не забывать. Финальная форма – последнее приключение для Стражей в рамках саги о Свете и Тьме. По крайней мере, так говорят об этом Банжи. А это значит, что по-любому будет блок ностальгии, благодарности за долгое путешествие и всё вот это вот. Всё же мы подходим к кульминации. Так что, возможно, нас ещё вначале подразнят нарезками, вроде той, что разработчики недавно выложили на днях на свой YouTube. Вместе с тем, вполне вероятно, что Банжи уделят несколько минут своим другим проектам. Но на это, если честно, я бы рассчитывал в последнюю очередь. Я очень жду новой информации о марафоне, а пару дней назад стало известно немного подробностей о третьем проекте студии, под кодовым названием Gummy Beer. Однако, шоукейс заявлен именно как презентация по Destiny 2. Так что, если мы и услышим что-то о других играх, то только вскользь. Максимум, на что я бы в этом контексте рассчитывал, это пара слов в завершении презентации и, может, намёк на какие-то дополнительные показы будущих проектов в течение 2024 года при поддержке тех же Sony Entertainment. Чего я бы ожидал кроме этого, так это блока о жизни студии. За последнее время дискуссия о том, что происходит в Банжи, как распределяются силы, набрала такие обороты, что игнорировать её сложно. Не так давно на это начали реагировать, в том числе геймдиректор Джо Блэкберн записал специальное видео, где обратился к игрокам и ответил на критику статей в блоге разработчиков и дал пару анонсов о том, что студия станет больше внимания уделять работе над контентом PvP, а также перенесёт новые сеты брони, которые планировались для донатного магазина, в сезонные награды. Так что думаю, что разработчики могут закрепить новыми обещаниями выбранное направление по работе с фидбэком игроков. Хотя и ясно, что презентация уже записана, уже смонтирована, всё же возможно правки какие-то внести в этом контексте успели. Кроме презентации, 22 августа в игре стартует и новый сезон, так что нас точно ждут подробности и трейлеры с комментариями разработчиков о важности этого сезона в сюжетной ветке, поскольку, как мы знаем из сюжета текущего сезона, нам предстоит воскресить королеву-ведьму Саватун и с её помощью найти и остановить свидетеля. В рамках сезона я бы не рассчитывал на какие-то значительные качественные изменения систем игры или самого геймплея, однако из главных интриг это название возвращаемого рейда в следующем сезоне. Я ставлю на то, что это будет гибель кроты. Люблю я хайвовскую тему, так что буду рад. А вот к 23 сезону я бы отнесся с большим вниманием, он всё же вплотную подведёт игроков к дополнению финальная форма и его будет сюжет крайне важной частью вселенной игры. Не знаю, скажут ли о нём что-то более-менее подробное и понятное на презентации. Многие говорят о том, что в условиях, когда моральный дух игроков Destiny 2 упал ниже всяких прошлых отметок, финальная форма должна просто превзойти все ожидания. Мол, после невнятного конца света и всей бури недовольств Банжи прям-таки обязаны реабилитироваться в глазах фанатов и показать невиданный масштаб. И, ну что на это можно сказать? Да, было бы здорово. Но думаю, удивить нас будет всё же не так просто. Всё же замечу, что мы и так знаем достаточно много о финальной форме. Даже сейчас, до презентации. Беря во внимание то, что Банжи уже раскрыли, и с точки зрения опыта, мы прекрасно знаем, как устроены такие крупные дополнения, да и логически тоже, кажется, можно угадать довольно много. Мы можем догадаться, следуя сюжету и логике, что мы отправимся вслед за свидетелем через портал Странника, как показали в тизере, попадём в новую локацию, которую мы можем видеть в другом тизере. Внутри она Странника или нет, но на этой местности нам предстоит встреча с Кейдом 6. И наверняка с другими персонажами. Не берусь судить, жив Кейд или нет, но ожидаю, что всё-таки он не сможет свободно перемещаться по системе, и это что-то вроде какого-то призрака. Поэтому я сам не завышаю свои ожидания от презентации, и можно сказать, не жду какого-то одного вау-момента. Свидетель — наша главная цель, ему посвящены последние два года игры, и именно победа над ним — наша главная цель. Это мы и так понимаем. Да, ещё есть Зиву Арат, но она, вероятно, может пасть раньше в сюжетной кампании, или в подземелье, или вообще в одном из оставшихся двух сезонов этого года. А вот со Свидетелем мы сразимся в новом рейде. Хотя, может наоборот, банджи решат, что помещать ключевого злодея в рейд, куда ходят далеко не все, не честно, и дадут расправиться с ним в сюжетных миссиях, а Зиву Арат, наоборот, мы догоним отдельно в каком-нибудь рейде, как Орикса. Ну и, конечно, поскольку это конец саги о свете и тьме, то вполне логично, что после того, как история дополнения будет завершена, не будет больше ни Странника, ни Пирамид, ни Свидетеля. И лишь это остаётся главной загадкой. Как это произойдёт? За кем будет победа? Какой ценой? Окажется ли Странник злодеем? Лишат ли нас света? Погибнут ли Стражи в конце? Разумеется, на презентации об этом нам не скажут, так что рассуждение об этом оставим на отдельный ролик, когда приблизимся к самому дополнению. Среди контента финальной формы, которые всё же могут показать на презентации, конечно, интересуют в первую очередь новые локации для исследования. Но это лично меня. Например, всё та же локация из первого трейлера, в котором икора чаёвничает с кейдом, кажется пока главным претендентом на новую местность. Так что ставлю на это. Кроме локации, конечно, ждём нового подкласса. И я очень сильно удивлюсь, если его не будет, поскольку уже были не просто догадки, а прям геймплейные кадры с неким новым подклассом. Точно так же случайно сливали и нить год назад. Так что появление нового, скажем, красного подкласса, это такое фундаментальное ожидание. И если он никуда из планов резко не пропал, ждём его яркой демонстрации завтра. Ещё одним важным ожиданием от презентации, на котором я сосредоточен, является вот этот вот большой релиз на карте планов студии. Этот слайд был взят с одной из других презентаций Банжи, которые есть в открытом доступе. Можно заметить, что такой большой табличкой отмечается только DLC, а сезоны выглядят поменьше. Так вот, любопытно то, что между запуском финальной формы и следующим таким большим каким-то блоком, выглядящим как ещё один аддон, на календаре отрезок совсем небольшой. Для ещё одного дополнения точно рано. Да тогда что это может быть? Перенос всего контента Destiny 1 в сиквел? Распахнут двери в хранилище контента и вернут всё, что забирали? А может это ещё один крупный аддон, который всё же разблокируется после убийства свидетеля? Или это Destiny Final часть 2? И что там такое? Ужасно интересен этот вопрос. Я не представляю, честно говоря, зачем нам возвращать всё же весь контент, который был удалён из игры сейчас, в последний год. А что это другое может быть? Ну, у меня пока фантазии не хватает. И да, были вопросы про Destiny 3, есть ли смысл ждать или нет. Нет, лично от меня, если хотите ответа, то нет. Я очень удивлюсь, если что-то подобное будет озвучено, поскольку тоже не ясно, куда ещё одна игра с ворохом нерешённых вопросов в текущей. Главное, что я скажу, я доверяю Банжи, пускай удивляют, моё тело готово. В общем, я совру, если скажу, что не жду презентацию. Конечно, мне очень интересно, что разработчики приготовили в этот раз. Я люблю Destiny, и я прошёл с ней большой, полный приключений и многолетний путь. И то, что сейчас у меня и у многих игроков есть от неё усталость, это тоже такой же факт, но это не лишает нас любви к игре. Как правильно в недавнем подкасте заметил Артур, мы видели, какой игра может быть, мы знаем, какие эмоции она может дарить, и уж очень хочется, чтобы игра смогла расцвести так, чтобы подарить столь же яркие эмоции, если не нам, то ещё не одной тысяче игроков. Я доверяю Банжи, они знают, что делают, но так хочется, чтобы знали и мы, чтобы было больше прозрачности в процессе, и вот такого настроя на диалог, на понятное направление игры я и жду от презентации в первую очередь. Ещё раз напомню, приходите смотреть презентацию вместе, я планирую постримить. Все анонсы моих стримов я постчу у себя в Телеграме, и ссылка на этот самый Телеграм будет в описании. Там же можно подписаться на мой Бусти для поддержки выхода контента. Спасибо за просмотр, пока.